Это к вопросу о том, как сейчас живет параллель. Футбол играем, друзья. Вот все, пришел чемпионат мира, принес на стадион, у нас пошел футбол, даже вот Зак и в параллель. Во всю тебя ребята развлекают себя. У нас действительно холодно. Я сегодня с утра купался, по-моему, было гораздо теплее. Сейчас 15,8, температура воздуха, в основном мне показалось 12, показывает радостник. Я вам все желаю настроения хорошего, доброго дня. Сегодня у нас уже почти час дня, 25.09, 2018 год. У нас будет обзор зимний, параллель, потому что действительно посмотрите по людям, все уже оделись, обулись, прям вот холодно стало. Сентябрь заканчивается. Ну давайте, меньше слов, больше дела. Пошли, а то еще дождик начинается. Вообще как-то не классно. Ну что, пошли глядеть по сторонам. Вроде бы люди еще есть. Шел до параллель. Чем ближе к параллель, тем больше вариантов найти жизнь. Столовая номер один не функционирует. Екатерина стола тоже не функционирует. Ну вот развал фруктов, овощей продается все. Но там ценников не вижу. А может и вижу, не знаю. А нет, что там местами, по крайней мере написано. Ну и пишите свое мнение. Если вдруг что-то там покупали, будет гораздо полезнее от вас. Парк аттракционов Византия еще функционирует. Который был перед ними парк на проспекте Южном уже во все разбирает. То есть там тоже ничего нету. Это на самом деле прям грустинку в голосе вызывает. Хочется, чтобы продолжалось и продолжалось, но нет. Можете посмотреть здесь, что уже многие точки закрываются, кафе закрываются. То же самое Эллада уже не работает. Гаваномама, в принципе, уже давно не работает. Здесь смотрим парк Византия. Ну что-то еще пытаются работать. Счастье. Счастье было рядом. Стукнуть по мячу. Кстати, появились строители, которые начали работать на этом здании на большом. В следующем сезоне оно скорее всего запустится и будет работать. Тоже интересная информация. Магазины еще работают. Есть какой-то вариант, что будет функционировать и зимой. Какой-то один обычно работает. То есть даже зимой не обязательно. Всю погоду. Ну вот, бывает. Фрегат все еще работает. Ну, в прошлом сезоне вообще всю зиму работал. Вот это кафе, которое рядом с ними, над фрегатом, не работает уже. Уже ленточками все перетянуто. Наверное, сюда тоже никто не едет. Но будем ждать еще погоды. Может быть, она навальца. Вот, смотрите, какие тут вандалы были. Лавочку нафиг снесли. То есть лето отработает. Говорят, у вас того не хватает, этого не хватает. Вот что-то все ломается. Кафе Причал сейчас не работает. Не знаю, как по ночам. Надо будет... А, у нас не надо будет. У нас завтра вечерняя прогулка по параллели. Так что, подключаетесь. Здесь вот кафе, я уже даже не помню, у кого из столовой. Наверное, была полностью. А, это джюс, джюс. Закрыли. Буквально позавчера или сколько? Два дня назад шел. Еще работал. Кто-то там даже в кабинете сидел, дымил. Вот так вот заканчивается сезон. Фантам мы в этом сезоне тут так не заработал. Только место занимать. Нах, ничего себе, велосипедбище. По целым, не знаю, как там. Вот, с электромотором мы там, не скрещу. Пошли. Далее. Вот, половина точек уже закрыта. Вот, кстати, кафе-бан еще повсюю. Что-то там движение имеет. Как-то раз там были. Мед, пиво пили. Кафе Люблик. Тоже работает. Даже вот два столика занято. Это в обед, когда сейчас самый наплыв людей. Ну, причем смотрю, как бы линия у них нормально накрыта. То есть предложений много. Нет только людей. Кавказский дворик. Тоже там в курсе кто-то сидит внутри. Ну, как вам вообще? Пишите сразу в комментариях вид на засыпающую параллию. Ваши такие эмоции от этого. Как оно в своих городах вспоминать. Когда вы тут шли, места не было свободного, чтобы пройти и сейчас. Пустота и неуныние. Закрытие уже полное. Интересно ли вам смотреть на такие вещи. Или может пока подождать, пока все уже совсем закроется. Уже говорит, что все, пришла зима. Все. Я сегодня купался. Не знаю, как завтра. 20 градусов теплее, чем воздух. Смотрим далее. Ну, видите, кто хотел, тот типа я, тот искупался уже с утра. Я вот сейчас иду сначала. Когда вышел на улицу, было как холодно, мерзко. Ну, покажи просто. Сейчас уже вполне себе хорошо и комфортно. Фонтанчики. Фонтанчики. Всякое разное. Приглашаем всех в океанариум на параллель. Показываем. Меридианчик. От Талии привет. Ежедневно, каждый вечер в 19.00. Все. Все. Это реклама динатавров. Которая там в Анапе, наверное, я так понимаю. У меня были одни мои подписчики. Говорят, как-то не зашло. Говорят, мы туда попали. Как понимаем, что дали много денег. Что дальше делать, непонятно с этим. Там можно целый день находиться. Вопрос, что там делать целый день. Так. Здесь, видите, точки-точки открыты-открыты, бац, закрытый роллер. И здесь чувствуется ветер. Тут людей прям сносит уже. Печально. Здравствуйте. У вас еще много клиентов? Работаете? Да, пока. Кушаем. Ну дай бог. Лучше не надо. Лучше не надо. Приедут. Пускай приезжает. Вот и по сторонам. Продукты-магазин. Вина Витязева. О, здесь были фрукты, а теперь корзинки. То есть одна точка так и осталась. Фруктов, которые предыдущие. А тут переориентировались. Переобулись, так сказать. К концу сезона. Ну вот актуальные вещи. Там шубы. 49, 500, 8, 500. Ого. Это ценник сильно отличается на двух соседних вешалках. Для меня это вообще шоков. Как эти облачки. Посмотрите впереди. Ай, ай. Красота. Вот он, Дирай. Мы идем туда. Классно. Так, смотрим. Столовая. Доктор Фиш. Это Фиш Пилинг. Столовая номер один. Которая называется. Одна и здесь. Шашлык по 47. Кто говорил травам. Кто говорил. Очень вкусно. В общем, пишите ваши комментарии. Как вам зашло, не зашло. Вроде, кстати. Вроде бы какой-то суета имеется. Тир уже вылез на параллель. Подальше на что привлекать внимание. Кафе. Рваные паруса. Вроде открыто. Но как-то слишком тихо. Смотрим. Далее. Кафе. Лаунж. Кафе Орион. Там, кстати, тоже оно закрыто. Вот сейчас оно будет выигрывать. У тех открытых площадок, которые имеются. Потому что, все-таки, с закрытого типа посидеть гораздо будет поприятнее. На этом, пацан, найдешь что-нибудь, что-нибудь покупает. Сейчас уже все. Люди просто идут. С моря на море. Ну, не знаю. Может, не с моря. Может, у них какая-то. Цель уже была. Они пошли что-то купили и возвращаются. Вот так вот. Можно заглядывать на задумчивые лица. Обратите внимание на то, как одеты люди. То есть, такие, как я, очень-очень мало, я так скажу. Потому что, далее, нет таких вариантов, чтобы вот сувенирчики, не сувенирчики. Суденышание, бланцы. Так. Тату. Временная туировка. Вот. Аккуратнее. Друзья, ну вот они закрываются уже даже. Они. Нет такого наплыва людей, чтобы капать мозги. Люди приходили потом рассказывать о ценниках, которые не существуют. Будьте аккуратны. Всегда. Прям чуть ли не под расписку берите. Или заплатите сразу. Потом делаете. То есть, оплата вперед. Здесь, смотрим, старое кафе. Здесь музыка посильнее, наверное, чтоб самим подслушивать, что как это интересно, да. Глядим. Пизбаршие дела. Прям вообще развивает по музыке. Мне, конечно, это вообще жестко мешает. Потому что я хочу разговаривать, не слушать музыку. Чтобы музыка не забивала мой видеоэфир. Но, к сожалению, в моем великому расстройству оно вот так вот происходит. Ах, как хочется, чтобы лето не кончалось. Как хочется, чтобы все продолжалось. Но, к всему, в свое время. И приходит конец. У меня сегодня из-за погоды отказ на фотосессии. У меня давно была быть беременная девушка. Она закатная. Говорит, Юрик, я не смогу. Я боюсь за свое здоровье. Ну, конечно, какие варианты. Потому что в такую погоду она, хотя он красивый. Там маечка не придет. Жена беременная в шубе. Будет как-то, ну, как не фотосессия. Хотя тоже, почему нет. Ну, это где-нибудь в студии. Потому что, как бы, приукрашать и так далее. Для моря, к сожалению, это опасно за ребенка. Поэтому сегодня будет закат с рук. Общение со мной. Я вас на него приглашаю. И где-нибудь прогуляемся. Может даже стоит в Анапу съездить. Посмотрим. Фрукты, овощи. Ценники, на которых меняются постоянно. Шашлык по 50. Шашпашки по 70. Кто дешевле сделает шашлык? Я бы, честно, искал бы точку, где кричали бы. Бесплатный шашлык. Вы платите только за ваше настроение. Так. Ну, видите, все тоже вот в основном поменяли вещи. Сейчас во многих точках продаются теплые. Там всякие куртки. Ну, как на рынке у нас в Северном. Примерно здесь все произошло. Не смотришь на людей прям. Бррр. А я иду в шортах, понимаете? Вообще как-то не классно. Здесь столовая тоже закрылась. Зал тоже давай. До свидания. До следующего лета. Прощай. Мне почему-то кажется, эти веселые женщины вначале параллели со своей столовой все еще работают. А пока мы идем, пишите в комментариях на паузу жмите. Работает та столовая в данный момент времени. Вот я прям уверен. Они были одни из первых. Мне кажется, уйдут с параллели последними. Лавка специй. Красиво же? Выглядит он тут прям. Хохлычный рай какой-то. Там что только нету. Самбач. Ох. Какой запах. Хорошо, что я пообедал. Я сейчас тут бороставил. Бросил бы снимать, пошел бы что-нибудь есть. Прямо, понимаете, это все сейчас летит в сторону моря. Смотрите, кстати, раздельная мусорка. Рядом сетка под пластикой. Можно отдельно мусор туда кидать. Вот уже даже, видите, приходят новые технологии на параллию. Очередь за булочками. Я был прав. То есть они так и работают. Сидят. Здравствуйте. 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 Когда закрываетесь? В числа второго. А, ну я говорю, вы последний уйдете, да? Ну, значит, я к вам еще успею. Хорошо, поеду что? Так. Двигаемся далее. Вот тут прям вот музыка громче. Они пытаются, наверное, с музыкой согреться, потому что такого летом не было. То есть сейчас вот все качаются и понимают, что уже все равно. Уже пускай музыка работает, поет громко. Уже одна остановка, одна остановка только в лето. Эх, ну ничего. Мы дождемся, когда закончится совсем сезон, когда совсем все разъедутся и будет у нас один я. на все. На все. Черное море. Ну, не на все. На наше. Анапское побережье. Любитель холодов, или как меня там уже назвали, всепогодный Юрий Озаровский. Ну что, в любую погоду хочется идти туда и наслаждаться. Это все-таки одно наше. Любимое красивое море. Мне нравятся реакции некоторых девушек, которые сейчас чуть ли не запищал. Со смехом. Не знаю. Может я так выгляжу смешно. А чему нет-то? Посмотрим. Душ. Туалет. Все еще работает. Кстати, это хорошо. Здесь пляж потихонечку становится более пустынен. Просматривается во все стороны. Классно же. А, кстати, вот он, пляж Меридиана. Вот сейчас читаю отелька Гранд Меридиан. То есть вот туда море. Поэтому как бы писали, что от того, что есть у них свой пляж, не холодно, не жарко. Ну, у меня, кстати, отелька Гранд Меридиан попросил подойти посмотреть. У нас, говорит, и хорошие отзывы есть. Их там заблокировали. Я оставил даже их не комментарии с ссылками. Разблокировал. Пускай будет. Потому что защита, апелляция. Есть возможность у всех. Но надо было что. Позвонить сказать. Юрик, давай ответку. Видели, как вы там плескались. Да? Вы там были или в видео видел? Нет, в видео посмотрел. Не рискнули сами? Ну, сейчас один плескался. Ну, вода, конечно, теплая. Вода 20 градусов. Да. То есть, все хорошо. Если вот так, там, наверное, ощущение... Какой бы сегодня вас смотрели? Я понял. Там, наверное, ощущение, что вылазить неохотно. Главное зайти, а потом уже все как будто мелочь в жизни. А только сегодня ненавидите было еще дальше, почти на диком пляже. Ну, разница, конечно, вчерашняя погода. И сегодняшняя. Можно поехать еще более-менее комфортно в Анапе на Каменном пляже. Завтра с утра туда поеду. Вот малую бухту советовала. Ладно, я побежал. Хорошего отдыха. Ай! Не зачитай. Хе-хе. Люди пошли смотреть на воре. Как ты у него купался? Говорит, еще один кто-то купался. И все! Я не знаю, почему это слышно, нет? Многие, кто меня впервые слышат, очень сильно удивляются моим эмоциям. Друзья, я просто ничего не скрываю. Смеюсь от души. Удивляюсь от души. Все. Понимаете, вот если есть какие-то у вас, они всегда происходят от души на всю катушку. Я не тех людей, которые там будут себя контролировать. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Вот так вот надо. Ну, каждому свое. Я вообще нисколечки не спорю, потому что кто-то любит горький смех. Кто-то любит хоть более, так сказать, скованным, закованным людьми, обстоятельствам. Просто на. Все так поймаем, чтобы у нас вот одни чайки на берегу. На, на. Вид. Ну что, зайдет Юра еще раз в море для вас, друзья? Я только ради этого поехал шлепаться, чтобы зайти в море. Замереть температуру воды. Ну, понять, возможно ли искупаться еще или нет. Ах. Никого. Ха-ха-ха. Я был сегодня единственный. Я сегодня сниму еще обзор пляжа в ту сторону, около Марина. Домой пойду. Выложенный канал туда дальше под вечер. Сейчас надо заканчивать. Мне, скорее всего, придется, наверное, монтировать этот видеосюжет дома. Ну, сегодня погодное видео выйдет попозже, но с утра заряд бодрости был с моего купания, поэтому все хорошо. Я пошел в море, замеряю для вас температуру воды. На берегу 13,7. Друзья, сегодня с утра было гораздо теплее. Я уже не помню, какая температура была, но было гораздо теплее. Поэтому сейчас все ходят в куртках, а я пришел в шотках и шлепках. Босиком пришлепал. Не забывайте, что вдруг кому-то надо. По городу можно походить. Сейчас в любом месте делаю выезды. Пишите, обращайтесь в фотосессии. Для вас для красивых, счастливых, чтобы запомнить наш отдых надолго. И даже в таких тонах, но фотографии тоже будут бомба. Наслаждаемся под свои любимые напитки. Мне, скорее всего, придется, наверное, монтировать этот видеосюжет дома. Сегодня погодное видео выйдет попозже, но с утра заряд бодрости был с моего купания, поэтому все хорошо. Я пошел в море, замеряю для вас температуру воды. На берегу 13,7. Друзья, сегодня с утра было гораздо теплее. Я уже не помню, какая температура была, но было гораздо теплее. Поэтому сейчас все ходят в куртках, а я пришел в шотках и шлепках. Босиком пришлепал. Не забывайте, что вдруг кому-то надо. По городу можно пофоткать. Сейчас в любом месте делаю выезды. Пишите, обращайтесь в фотосессии. Для вас для красивых, счастливых, чтобы запомнить наш отдых надолго. Даже в таких тонах, но фотографии тоже будут бомба. Наслаждаемся под свои любимые напитки. Всепогодный Юрий Азаровский ведет эфир из моря. И у нас 19 градусов. 18,3. На воздухе очень быстро охлаждается. 19 градусов температура воды. В общем, приятная водичка. Я думаю, завтра, наверное, мы с утра скупаемся с вами в Малой бухте. Вдруг, если у кого-то есть желание, приезжайте где-то в 7.38. Я постараюсь туда добраться и окунемся, так сказать. Буду боржуальем заниматься. А то мне летом некогда купаться. Купаться-то хочется. Мне до слез было все лето обидно. Потому что все купаются, а я нет. Но не получается. Многие не могут понять, почему я не загораю. Потому что это некрасиво, когда человек, с которым вы работаете, ходит без майки. Это неправильно лично для меня. Потому что культура в общении и культура поведения должна быть. И отношение к клиенту должно быть соответствующее. То же самое и по купанию. То есть я не могу искупаться и потом ходить. Потому что потом из-за соли натирает ноги. Это тоже очень больно и неприятно, когда тебе потом все липнет после соли. Это тоже ощущение не супер. В общем, можно было какие-то там варианты искать и так далее и тому подобное. Но когда сутками на пляже, в жаре, я заморачивался. Чем-то особо там не хочется. Поэтому вот всегда жду с сентября конца, чтобы купаться. В этом году у меня подвода. Погода подвела. И я все-таки надеюсь, это из-за холода язык заплетается. Надеюсь, что удастся еще в углу. Тем более вода теплая. 19 градусов – это вполне себе классное море. Хотелось, конечно, 22. Но как будет, так будет. Так что будем надеяться на то, что все-таки все будет гораздо лучше. Всем хорошего настроения. Спасибо за просмотр. Не забывайте поставить лайк. С вами был Юрий Азаровский. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok